Привет, друзья! Вы на канале Каривая жизнь на Кипре. Сегодня мы для вас подготовили эксклюзивное видео, очень интересное, которое будет называться «Каривая жизнь в Минске». Сейчас на Кипре невыносимая жара, и мы приехали в отпуск в Минск на два месяца. Как я говорила ранее в своих видео, что июль-август – это не место на Кипре, и мы всей своей дружной семьей приехали в наш родной город Минск. Минск – это мой родной город. Я здесь родилась и выросла. Это столица Белоруссии. Город достаточно большой, с развитой инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. Большое количество магазинов, театров, цирки, супермаркеты, проспекты, парки. И самое главное, что Минск славится своей чистотой. Вы нигде не увидите мусор, ни в центре города, ни в спальных районах. У нас люди очень аккуратные. Белорусы действительно очень такие педантичные. Минск также развивается. Здесь строятся великолепные жилые комплексы с очень развитой инфраструктурой. Вот мы сейчас находимся в очень классном месте. Это практически центр города. Тут есть достопримечательность, национальная библиотека, большой торговый центр. И вот эта прекрасная аллея, аллея Пикассо, на которой расположены множество различных заведений, барбершопы, цветы, кафешки, магазины. Здесь такая прогулочная улица. И у нас вот в этом комплексе есть недвижимость, которую мы сдаем. Минск очень красивый город. Если вы не приезжали еще в Минск, то я вас приглашаю, приезжайте. Здесь очень классное время с май по октябрь. Солнечно, прекрасная погода. А, конечно, с октября по апрель мы здесь не видим солнца. И поэтому мы купили недвижимость на северном Кипре, потому что нас не устраивал климат. Это бесконечное серое облако. И только временами, там, как-то солнечные дни, которых мало. Друзья, я вас сейчас приглашаю к нам в гости и расскажу, кому стоит и кому не стоит покупать недвижимость на северном Кипре. Поехали! Друзья, я вас сейчас приглашаю к нам в гости. Дом в Минске, по которому мы очень скучаем, на северном Кипре. Дом состоит из трех этажей. На втором этаже у нас там спальня детская. На первом этаже у нас большой зал, салон, который состоит из кухонной зоны. Тут у нас обеденная зона. Также есть зона отдыха. Мы здесь смотрим телевизор и любуемся камином. Также у нас есть очень классное место. Пойдемте, я вам покажу. Конечно же, я соскучилась по Минску, по своему дому, по родным, по друзьям. У нас сейчас каждый день гости. Мы постоянно встречаемся с родными, делаем какие-то свои дела. Также моя дочка вообще каждый день встречается со своими подружками. Они ходят в парк, в кинотеатры, на квесты, на каток. У них там какие-то праздники каждый день. Конечно, она соскучилась тоже по своим подружкам. И мы очень любим Минск. Мы очень любим людей, Беларусь. И у нас два дома. Мы очень любим Кипр. Мы полюбили его всем сердцем. И я искренне не хочу его предавать. И также я очень люблю Беларусь. И мне комфортно жить в этих двух странах. Я покажу самое классное место в нашем доме, которое мы очень любим. Это наш кинотеатр, наша комната славы и наш тренажерный зал. Это место, где мы любим проводить время всей семьей. Мы валяемся на диване, смотрим кино, мультики. У нас классная акустика здесь. И как появился у нас домашний кинотеатр, мы перестали ходить в кино. У нас проектор во весь экран. И вообще это очень классно. Также здесь мы тренируемся. Тренируюсь я. У нас есть минимальный набор такой, для того, чтобы быть в форме, красивым. Конечно, на Северном Кипре я набрала 8 килограмм. И мне сейчас здесь приходится неплохо попахать. Вот у меня тут есть и петли 3Х, и боссу, медиаболы, футболы, эллипсоид. В общем, мы тут тренируемся как можем. Также в этой комнате у нас такая комната славы. Для наших зрителей, может кто-то не знает, Андрей бывший профессиональный хоккеист. Участник Олимпийских игр, участник чемпионатов мира. У него, конечно же, также он семикратный чемпион Беларуси. И у него есть награды, медали. Здесь у нас золотые медали с чемпионатов мира. Мы это все храним. Это очень памятно. Очень много крови и пота, и выбитых зубов, швов, переломов. Было потрачено сил для того, чтобы завоевать эти медали. Поэтому мы вот такая спортивная семья. И у нас также есть майки с чемпионатов мира, с Олимпиады. Ну, в общем, это очень памятно. И, конечно, наш дом это все хранит. Мы в Минске две недели. И, конечно, мы уже сделали очень много дел, которые накопились за год. Решили какие-то медицинские свои дела. Кстати, успели заболеть, выздороветь, заболеть, выздороветь. Конечно, климат здесь такой очень интересный. Днем 23-25 градусов, ночью вечером, вечером плюс 12. Поэтому, конечно же, здесь заболеть. А маленькому ребенку тем более это очень просто. Также мы решили все свои стоматологические проблемы. Прошли каких-то определенных врачей, которым доверяем. И которые нас ведут уже на протяжении 15 лет. Я скажу, что медицина на Северном Кипре, она неплохая. Она оснащена очень хорошо. Хорошие больницы, хорошо оснащены. И, в принципе, хорошие специалисты. Но я доверяю самому гинекологу, которому я 15 лет уже хожу. Я доверяю стоматологу, которому запись за 2 месяца. Я еще, будучи на Кипре, давно уже записывалась к стоматологу. И также к другим специалистам. Здесь очень хорошая у нас больница. У ребенка со зрением вопросы. Офтальмологи. На Северном Кипре мы так и не нашли хорошего офтальмолога. И даже элементарно мы сюда приехали. Нам тут онколог-дерматолог удалил невус, взял анализ. Там мы ездили в 2 больницы, и никто нам этого не мог сделать. Как-то они это не делают. Ну, в общем, определенные моменты есть. Поэтому мы приехали сюда, решили свои медицинские дела. И, конечно, это очень классно. Также мы очень соскучились по белорусской еде. И мы сейчас каждый день ходим в бестро, в кафе, в рестораны и кушаем белорусскую еду. Я обожаю блюда со свеклы, борщи, свекольник, холодник, сетка под шубой, винегрет. На Северном Кипре как-то вот не принято есть вот эти блюда, кушать эти блюда. Их в ресторане не подают, только в русском ресторане можно такое найти. Там это вот свеклу подают как обычную морковку. То есть она там может быть в уксусе замаринована. То есть там как-то не принято вот эти... А для нас, у нас же вообще... У меня папа, кстати, с 48-го года, он послевоенный человек. Он рассказывал, что на свекле раньше люди выжили из-за свеклы. И, наверное, на генетическом уровне у меня отложилось. И вот эти блюда там, драники, деруны, вот все, что со свеклой связано. И так далее. Все со свининой, какие-то колбаски, там что-то. То, что нет на Северном Кипре, мы, конечно, здесь кушаем, наслаждаемся. Нам очень нравится. И я скажу то, что, наверное, как-то более было привычное. Холодец, сало, хрен. Это же такая вообще... Мы это не ценили. А сейчас мы это ценим. И очень классно, что у нас есть такая возможность. И быть, жить на Северном Кипре. Кушать и наслаждаться едой, которая для нас менее привычная. И мы, кстати, очень тоже любим кухню турецкую. А также, ну, Северного Кипра. А также вот наслаждаться русской кухней. Что касается цен на продукты. Конечно, я очень была удивлена и очень сильно разочарована. Наверное, Себас и Дораду я бы так часто не кушала, как на Северном Кипре. Цена отличается в два, в три раза. На Северном Кипре дешевле. И многие продукты там действительно дешевле. Мы анализируем, мы сейчас считаем, переводим. И мы в шоке. Также мы почти каждый день ездим на рынки, покупаем грибы, ягоды. Здесь огромное количество. Смородина, малина, голубика, черника. Конечно, это вообще самое классное время в Минске. Июнь, июль, август. И я рекомендую вот людям, которые приобрели себе недвижимость или живут на Кипре, вот в это время уезжать к себе на родину. Также у нас в доме есть сауна, которой мне очень не хватает на Северном Кипре. У меня такая спа-зона с классным джакузи и с русской баней. Здесь настоящая, ну такая русско-финская баня с хорошей печкой. Мы здесь любим с девочками попариться, распариться, мази крема и пивасик. Ну, конечно, в общем, у нас вот так вот классно. Мне очень нравится белорусская природа. Здесь у нас такие красивые леса, поля. И, кстати, район Искеле мне очень напоминает Белоруссию. Мы когда ездили пару дней назад в Гомель, мы проезжали места, и такое ощущение, что мы едем в Искеле, вот один в один. Эти поля, эти бескрайние красоты. Только гор не хватает немножко. У нас лес вдали, а там вдали горы. Итак, хочу сразу сказать, кому, по моему мнению, подходит покупка недвижимости на Северном Кипре. Это людям, которые имеют свою недвижимость и которые хотят приобрести себе второй дом. У которых есть средства, чтобы купить еще одну квартиру и приехать туда с семьей и жить на две страны. Это очень классный, идеальный вариант, моя мечта, которая осуществилась. Также хорошо покупать недвижимость тем людям, которые хотят инвестировать для получения дохода. Сдавать в аренду, либо покупать на уровне котлована и уже продавать, когда объект сдан. Вот это две категории граждан, которым очень классно подходит покупка недвижимости. Те люди, которые нам пишут очень часто, у которых готовы продать последнюю недвижимость, единственную, которая у них есть на родине, которые ни разу не были на Северном Кипре и которые готовы переехать туда, просто посмотрев YouTube ролики, то я вам скажу, на Северном Кипре очень классно, правда, поверьте, очень хорошо. Но вы должны не нам верить, а вы должны сами это испытать на себе. Поэтому я рекомендую для начала приехать и снять, арендовать недвижимость и пожить в ней. Это вот для людей совет, кто хочет перебраться на ПМЖ. Вы должны приехать и посмотреть на быт, на все. Это такой добрый от меня совет, потому что, возможно, вы заскучаете. И также у нас очень многие люди, наши знакомые и также люди чужие, которые нам пишут, они говорят, вот мы приехали, нам не понравилось, мы сейчас продаем, помогите нам продать. Либо люди, которые, ну вот, у них в жизни ситуация поменялась, у них нету средств жить на Северном Кипре, с работой что-то случилось. И вы понимаете, что вторичную недвижимость потом сложно продать. Смотря, конечно, где она находится, в каком комплексе и за какие деньги, но наша квартира, которую мы продаем, 1 плюс 1, она до сих пор продается. Мы ее не продали, при том, что у нас как много желающих. И, понимаете, то есть я вам скажу, что очень надо подходить ко всему взвешенно. Северный Кипр – это прекрасная страна, и я хочу, вот правда, и многие блогеры, кстати, есть блогеры, которые мне не нравятся, которые говорят правду про Северный Кипр, и которые зазывают сюда таких обеспеченных, богатых людей. Это остров, который нуждается в развитии, во вложении. Это не остров, который можно, знаете, как доить, да, потому что здесь как раз-таки он и живет за счет наших средств. Поэтому мы ему помогаем, а он нам отдает другое. И ехать, думать, что здесь как-то, если вы у себя на родине как-то не жили хорошо, и ехать, думать, что вы тут заживете, ну, приедьте, арендуйте и посмотрите, может, вы заживете. Итак, ребята, если вам было интересно мое видео и мои искренние советы, то ставьте, пожалуйста, лайк. Также пишите вопросы ваши, жмите на колокольчик, чтобы вы знали, когда выйдет наше новое видео, и подписывайтесь обязательно на наш канал. Нам нужна от вас обратная связь, нам нужна от вас реакция, и мы хотим для вас быть максимально полезными. До новых встреч! Встречаемся на Кипре! Субтитры создавал DimaTorzok